Здравствуйте! На национальном телевидении Чуваши программа «По существу» меня зовут Татьяна Молокова. Сегодня у нас в гостях необычный гость, модератор Чебоксарского экономического форума, ведущий программы «Геоэкономика на России-24» Александр Кырьевский. Александр Анатольевич, здравствуйте! Здравствуйте, Артема! Александр Анатольевич, вот сразу такой вопрос. Вы получили экономическое образование, у вас специальность «Мировая экономика». Вы работали и работаете на бирже, но в то же время вы пришли на телевидение. Расскажите, как это произошло, зачем вам это надо? Вы знаете, это случайность, на самом деле. Я до последнего времени, да и сейчас, наверное, не совсем считаю себя журналистом в чистом виде, хотя отчасти занимаюсь этой деятельностью. И справедливо заметили, что у меня экономическое образование и, собственно говоря, род деятельности. Мой чисто финансовый. Ну, так сложилась судьба. Мой приятель, хороший друг по бирже, пригласил меня в свое время на РБК в качестве комментатора рынка акций. Ну, и с тех пор, это было в 2004 году, в общем-то уже достаточно в зрелом возрасте. Я не то, что поменял род деятельности, я как бы добавил. Фактически я занимался тем, что я занимался свободно от работы время, обсуждал финансовые рынки, экономическую политику, но только мне еще за это стало платить деньги, как я говорил. Надо же поговорить. И влекать на экране. Да, и влекать на экране, и мне за это стали платить деньги. Для меня это было большое тогда удивление, в том смысле, что я привык сам зарабатывать деньги на финансовых рынках до этого момента. Но, а как оказалось, на тот момент, это середина 2000-х годов, российская экономика бурно развивалась, рос фондовый финансовый рынок, и был большой интерес как у простых людей, так и у крупных инвесторов, что же там происходит, и как раз вот достаточно простым языком, человеческим, а не, собственно говоря, узкоспециализированным, объяснить, что происходит и какие основные тренды, и по возможности, если это возможно, хотя бы хоть чуть-чуть предсказать, что может быть. А на самом деле я не считаю, что я одну профессию на другую поменял, просто я добавил, и оказалось, что это очень интересная профессия, телевидение. Я свою задачу вижу в том, чтобы отсекать этот шум, который обычный человек занимается простой деятельностью, ему некогда, он, конечно, смотрит новости какие-то и так далее, но чтобы эти новости человек получал важную информацию, а не шум, как говорят в информационном пространстве. Вот я вижу такой как фильтр. Александр, вот ваша программа называется «Геоэкономика». Ну, если так вот расшифровать, получается, мировая экономика, да? Да, но вот мне кажется, что очень многим, наоборот, развитие региональной экономики, и очень многие говорят, что с развитием регионов будет развиваться вся страна, да? И вот как вы связываете два вот этих вот понятия, мировая экономика, региональная экономика, что важнее, что первично? Вы знаете, на самом деле, вы правильно сказали, «Геоэкономика» — это мировая экономика, но «Гео» — это перевод с греческого «земля», если меня не изменяет память. Сейчас экономика Земли в целом, она принимает такое, знаете, прямое, наверное, действие, прямое значение этого слова. То есть, если раньше слово «геополитика», наверное, больше все известны людям, «Геоэкономика» — термин не я придумал, честно, врать не буду, но этот термин был совершенно неупотребляем. Он существовал, но только в узких профессиональных кругах его использовали. Я посчитал, что это неправильно. Вот несколько лет назад мы на телеканале «Россия-24» осуществили этот проект. И я считаю, что сейчас, когда… И об этом, кстати, много говорилось на Питерском форуме последнем, когда наши крупнейшие бизнесмены говорят о том, что мы должны посмотреть на экономику как экономику экологии. Сюда много чего входит, а это и есть «Геоэкономика». Потому что составляющая «Гео» — это как раз экономика, привязанная к Земле. Потому что наша последняя… и к природе в целом. Природоподобная технология, о которой говорил президент, — это и есть «Геоэкономика». Потому что… То есть, еще раз, это не только геоглобальное взаимодействие стран, мегапроцессов. Но вот этот мир стал настолько большим и одновременно маленьким по сравнению с интернетом, что регионы, если раньше любой регион в отсутствии информации, в отсутствии средств связи, таких как сейчас, это фактически была глубокая провинция, то сейчас любой регион, как и любой человек в Фейсбуке, условно говоря, в другой социальной сети, может о себе заявить, если ему есть что сказать. А такие каналы появились. Также и регион, если ему есть что предоставить миру, вот мы сейчас на пленарном заседании говорили об этом, что на самом деле экспорт и выход на рынки — это не так уж все страшно, как кажется. Просто есть мало информации. И вот сейчас на пленарном заседании были представители Ирана, Японии. У них очень большой интерес, других стран, наших соседей. И это как раз говорит о том, что, отвечая на ваш вопрос, что здесь нет никакого противоречия между... Потому что гео и регионы — это составляющие. Просто одно входит в другое. Это такая матрешка, условно говоря. И не понимая, не учитывая глобальные процессы, невозможно строить экономику любого региона сейчас. И поэтому у всех, кстати, свои проблемы. Я вот говорил уже на пленарном заседании, что те регионы, которые отставали в последнее время, куда и входила Чувашская республика, я имею в виду несколько лет назад, в том смысле, что нет нефтегаза, проблемы в 90-х особенно, то есть была заброшена, так мягко скажем, наша промышленность и так далее, сельское хозяйство. В последние годы ситуация резко изменилась. Ситуация пока еще сохраняется вроде бы такой же, как и была. То есть сырьевые регионы развиваются успешнее, там Москва финансовый центр, Питер, там, понятно, крупные города, такие вот миллионники. Ну, во-первых, там уже большая куча проблем нарисовалась. Есть еще общая проблема для России и для крупных регионов, богатых нефтью, газом и так далее. Да, спрос на ресурсы растет, но цены сильно упали. Но есть другие ресурсы теперь? Есть другие ресурсы, вы абсолютно справедливо заметили. И вот другие ресурсы, а главное, ресурс – это человеческий фактор. А он, как известно, мы же люди все, мы развиваемся тогда, когда нас приперло к стенке. Начинаем там здоровьем заниматься, еще что-то делать, когда вот зажал, особенно русские люди этим славятся, пока вот не припрет, ничего не делаем. Так и здесь, пока регионы, у которых нефть и газом поняли, надо как-то что-то выживать, начали этот процесс промышленности, сельское хозяйство. И вот Чувашская республика взяла огромный здесь рывок вперед, рейтинг общенациональный, второе место, обогнав Москву, Московскую область. Ну, вот это сам факт. Ну да, и у нас же сейчас развивается солнечная энергетика, а в ближайшем времени даже будет ветряная энергетика. У нас здесь строятся ветряные электростанции. Вы знаете, это общий мировой тренд, а эта проблема обсуждалась даже на федеральном уровне. Зачем, казалось бы, нефтяной стране строить ветрогенераторы? Но мы все понимаем, что нефтяная эра в плане главного энергетического ресурса, она уходит в прошлое. Это нефть никому не нужна. Но просто новые технологии, а уже сейчас инвестиции в новые технологии возглавляемые, превышают инвестиции в обычные технологии, углеводородные, традиционные. И поэтому в данном области, как раз, я уже сказал сегодня на пленарном седании, и последние станут первыми. Это из Библии, если вы знаете, сколько меня изменяет память. Так вот, в том смысле, что тот недостаток, казалось бы, который есть, маятник очнулся в другую сторону, и есть преимущество. Это прежде всего... Понятно, что не все так красиво, как я говорил, есть много сложностей, но торрент, как теперь говорят, он положительный. В том смысле, что дает оптимизм. Понятно, куда развиваться. То есть, мы говорили об этих главных тенденциях сегодня на пленарке, и будет дальше это на форуме обсуждаться. Какие направления? Они все известны, уже я их не буду. Вы сейчас утомляете зрителей. И вы молодцы, молодцы. Двигайтесь в правильном направлении. Ну вот, вы уже упомянули про инвестиционный рейтинг, про второе место в рейтинге. Вообще, ваше отношение к подобным рейтингам, насколько это отражает, в принципе, ситуацию в экономике? Я не говорю, что надо конкретно говорить про экономику Чувашской республики. Понятно, что ее нельзя знать так глубоко, если глубоко ей не заниматься. Вообще, ваше отношение к рейтингам? Вы знаете, любой рейтинг – это вещь условная, надо прямо сказать. Рейтинги страновые, рейтинги компаний – это важнейший инструмент. Кстати, он иногда использовался и как инструмент политического влияния. Например, если в стране снижается рейтинг, понятно, это отток капитала, падение национальной валюты, условно говоря, и так далее. Но нужно сказать, что сотрудники рейтинговых агентств – это высококвалифицированные сотрудники. И они рассматривают и анализируют огромный объем данных по компании или по региону, по стране. И для того, чтобы вот в этой лавине сориентироваться, они тоже как своеобразный фильтр, как и мы, журналисты. Продолжение следует...